Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 36. Его еще иногда называют наставлением мудреца о том, как благодаря благочестивой жизни наследовать землю и насытиться ее благами. В данном псалме, как и в притчах, звучит обращение не к Богу, а к человеку. Другие наши лекции, посвященные инопсалмам, вы сможете посмотреть на портале экзегет.ру. Каркас псалма составляет акростих, в котором каждая буква древнееврейского алфавита повторяется дважды. Как и в некоторых других псалмах, которые имеют подобную же структуру, внешняя форма дает возможность поэту свободу размышлять сразу над несколькими темами и возвращаться к ним по нескольку раз. В таких псалмах нет развития сюжета, нет какой-то истории, нет развития богословской мысли. Это набор афоризмов, которые просто повторяются. Поэтому в какой-то мере мы можем сказать, что это особая древнееврейская поэзия. А в какой-то мере это просто структура, в которую укладывается какое-то завершенное количество фраз и выражений. Ну, теперь рассмотрим отдельные стихи псалма. Я их сгруппирую. В первой группе с первого по одиннадцатого стиха. В первых же стихах мы встречаем совет «не ревнуй, не ревнуй злодеям, буквально не кипятись». По блаженному Феодориту это «не ревнуй, не кипятись, не раздражайся». Означает «не поощряй себя к подражанию живущим беззаконно в виде доставшейся им благей жребии». Первый стих «почти без изменения» входит в состав книги «Притч», с которой очень много перекличек в данном псалме. «Не гадуй на злодеев и не завидуй нечестивым». Одна и та же основная идея. «Не завидуй злодеям, уповай на добро, делай добро, уповай на Господа». Она выражается различными способами, но повторяется постоянно и постоянно. «Уповай на Господа», «уповай на Господа», «уповай на Господа». Это главный побудительный мотив, который красной нитью проходит через весь текст данного псалма. «Итог благочестивой жизни» в 11 стихе, в первой части. «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Практически те же самые слова приводятся в третьей заповеди блаженств. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Понятие «наследование земли», которое повторяется постоянно в этом псалме, оно очень было важно для людей Ветхого Завета. Земля — это не просто участок земли. Этот участок земли дает пищу. Это то, где ты можешь закрепиться, твоя прописка, твой адрес, твой способ жития, который определяется этим местом. Отсюда и земля обетованная, то есть то, что Господь обещал, отождествляется, ну или скорее является прообразом неким рая, то есть земли, в которой течет молоко и мед. В христианском богословии упоминание этой земли через призму Евангелия говорит еще о каких-то небесных реалиях. Кроткие наследуют иную землю. То есть некую райскую землю на этом свете. Предать Господу свой путь, буквально покатиться, избавиться от бремени. Это же слово используется как синоним понятием доверять или уповать. Покориться Господу, седьмой стих, значит сохранять молчание. Такое молчание – это не отдых и не замалчивание чьих-то недостатков. Это терпеливое ожидание с мужеством, надежды на правосудие Божие. Такое в какой-то мере даже нелогичное ожидание с покорностью воли Божией проповедовал Иисайя. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать нас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блажен и всеуповающий на Него». Здесь какой-то парадокс. Получается, что Господь милует в том, что Он удерживается от того, чтобы сжалиться. Следовательно, божественное правосудие, замысел Божий, он не таков, как мыслит об этом божественном правосудии человек. Страшно впасть в руки Божии, ведь Господь, если будет судить мир, будет судить меня. Но я же не чистый, я не святой. Поэтому в какой-то мере по пророку Исаии в том и состоит милость Божия, что Он пока дает мне свободу, и в этом его правосудие, что пока Он не начинает наказывать грешных и не воздаваясь праведным. Потому что я, как ни парадоксально, могу оказаться в числе злодеев. Контекст 11 стиха дает такое определение кротких. Буквально это согнутое, именно по этому стиху, согнутое, подавленное. Это не просто бедные, у которых нет мани-мани. Это те, кто выбирают путь терпеливой веры вместо самоутверждения. Это противоположность гордым. Земля, которую дает Бог, это место, как я уже говорил, для оседлой жизни и пропитания. Нечестивые, которые взяли больше своей доли на этой земле, в конце концов будут уничтожены. И земля обетованная перейдет в единоличное владение кротких. Как считают некоторые западные толкователи, до 12 стиха полем битвы был разум верующего человека, доведенный до раздражения наглостью нечестивых. А с 12 стиха почти в каждой строчке до конца псалма сравниваются судьбы праведных и нечестивых. 12-15 стихи. Злой находчивый ум и фанатичная ненависть – это то, что вкладывается в образ скрежетания зубов. Такой же ненавистью были поражены лица, которые убили камнями архидиакона и первого мученика Стефана. «Господь все видит, но не вмешивается, в то время как у нечестивых ломаются луки и сами они натыкаются на собственные мечи». Здесь по Евфимию Зигабену в некоторых книжках вы встретите акцент на другом ударении – Зигабен, но правильнее по греческому тексту он все-таки – Зигабен. Дается ссылка на слова Дедима Слепца, древнего христианского экзегета, который говорит следующее о том, что по словам Господа, все взявшие меч мечом погибнут. Это Евангелие от Матфея. А меч и лук грешников могут означать коварные языки, «Как сам Давид в другом месте говорит, зубы их – оружие и стрелы, и язык их – острый меч. Итак, собственный язык их умертвит, грешников, и зубы их истребят их смертью». 16-20 стихи. Стих 16-й стоит как бы особняком, является самодостаточным для суждения о морали, подобная притч. Перспективы праведника, каким бы бедным он ни был, гораздо лучше, чем у безбожника. Праведник не будет предан общественному позору и будет сыт во время голода. Идея сытой жизни праведникам перекликается с Евангелием. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Нечестивые, напротив, испарятся как дым, который развеивается ветром после сжигания агнцев на жертвеннике. 20-й стих. «Чтобы богатство не стало соблазном для его владельцев, по апостолу Павлу богатых надо увещевать, чтобы они невысоко думали о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога, живого, дающего нам все, обильно для наслаждения». По 17-му стиху псалма праведников поддерживает Господь. «Он знает дни, предполагает, когда наступит голод». Длительность человека в его руке. 21-й, 26-й стихи. «Праведный человек теряет свою праведность, когда становится эгоистичным». Хорошо бы задуматься современным людям, что праведность – это не то, что я один раз и навсегда приобрел, а это то, что я приобрел и могу потерять. Такой человек присоединяется к людям, чей удел в этой жизни. Взаимосвязь щедрости и праведности детально прописана в 111-м псалме и в послании к Коринфянам. «Регулярные пожертвования и займы праведника» по 26-му стиху данного псалма будут увенчаны благословением, которое переходит на семью и детей. На вопрос, что означает фраза «потомство его будет в благословении» отвечает обещание Господу Аврааму. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Речь идет, конечно, о детях. Это благословение по Авраамову благословению. Дети, внуки, потомство. Если они есть, ты благословен, ты будешь богат. В отличие от того, что можно услышать в светской среде в отношении многодетности, зачем плодить нищету, говорят сомневающиеся и маловерные люди. Напротив, в библейском богословии, в богословии Авраама, если у тебя много детей, ты богат, потому что они трудом своим не только себе заработают на жизнь, и тебя в старости накормят, и страну твою сделают богатой. Деревни наполнятся людьми, города умными людьми. К сожалению, в наши дни все идет обратным путем и обратной траекторией. Один ребенок в семье, в лучшем случае два, и мы мечтаем о богатстве. Ложные слова. Зачем плодить нищету, говоря о многодетности? Напротив, если много детей, то ты богат. Безусловно, у любого праведника встречаются взлеты и падения. Никто от этого не застрахован. Но при этом мы не должны терять равновесие. Нас за руку по 24 стиху поддерживает Господь. В словах, когда он будет падать, не упадет. Судя по контексту, в первую очередь подразумевается материальное бедствие, а не только моральное падение или не столько моральное падение. Но в христианской аскетике, конечно, здесь подразумевается нечто большее. Человек не падет, то есть не будет пленен грехом. Господь выведет его из греховного плена и даст ему небесное и земное благополучие. Псалмопевец пишет обо всем этом настолько уверенно, как будто бы он проверил все на собственном опыте. Одна из центральных фраз данного псалма – 25 стих. «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящим хлеба». Следующий раздел – 27-й и 40-й стихи. Он объединяет периодическое повторение слов «вовек», которые в разных синонимах передаются, как «на веки веков», «вовек» или вообще речь идет о некой будущности. Указание «делать добро» – 27-й стих, перекликается с 3-м стихом, не является чем-то банальным и слишком простым. Когда возникает конфликт со злом, у многих людей пробуждается желание сразу взяться за оружие, чтобы моментально вступить в сражение. Но Господь любит правду и находится на стороне справедливости и милосердия. Он не отдаст своих людей просто так в руки врагов. Если закон Божий на сердце человека, ему нечего бояться, его ноги не дрогнут в момент испытания. Следовательно, надо погасить в себе гнев и набраться терпения. Стихи 35-й и 36-й имеют много общего с литературой мудрости, для которой характерна апелляция к накопленному жизненному опыту, вывод из того, что видел мудре собственными глазами. Древнееврейский текст 35-го стиха и греческий перевод имеют некоторые разночтения. Русский текст следует еврейскому оригиналу. И в нем буквально сказаны такие слова. «Видел я нечестивца грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся, многоветвистому дереву, буквально полному листвы, зеленому, укорененному на родной почве дереву». Но набор слов дает, конечно, много повод для толкования, но он не настолько красив, как греческий текст, которому следует наш церковно-славянский перевод. Итак, по славянскому переводу текст 35-го стиха звучит следующим образом. «Видих нечестивого, превозносящегося и высящегося, якокедры ливанские». Образ ливанских кедров был очень понятным для читателей псалма древности. Эта метафоричность вообще характерна для библейской поэзии. «Высокое дерево напоминает человека заносчивое, который себя ставит выше, чем маленькие простые иные дерева». Итак, этот образ библейской поэзии может быть, в какой-то мере он звучит более аутентично, чем древний еврейский оригинал этого человека. «Праведный человек» по данному псалму описывается как человек мирный, в отличие от враждебно настроенных грешников. Акцент на потомство является еще одной точкой соприкосновения с литературой мудрости, которая побуждает снова и снова задуматься о своих последних днях, о том, что человек оставит после себя, после своей смерти. Псалом завершается так, как это принято в первой части псалтыри, с ссылкой на Бога как спасителя и убежище для своего народа. Толкуя слова псалма, от Господа стопы человеку исправляются. Блаженный Феодорит заводит речь о роли благости Божией в деле спасения человека. Без его благодати, подчеркиваю, никому невозможно неукоризненно шествовать, каким бы то ни было путем добродетели. Бог содействует человеку, который направил свои стопы по пути спасения. Действительно, без благодати Божией невозможно человеку спастись. Однако, по святым отцам не стоит все перекладывать на промысел Божий, как будто бы от меня ничего не зависит. Для того, чтобы приобрести добродетель, от человека требуется усердие, дела, самопоступки, и тогда совершится эта синергия. Тогда, по Божьей благодати, Богу споспешествующее, мои дела, мои слова, мои мысли и сама моя жизнь приведет меня к тем пажетям кротких, к тому наследованию земли, здесь и там, в вечных райских обителях, о которых говорит данный псалом. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok